Доброе утро! Доброе утро, глубоко уважаемая Татьяна Прокопьевна, глубоко уважаемые коллеги, дамы, господа. Ну, в первую очередь, разрешите поблагодарить организаторов за приглашение участвовать в конференции, такой важной, значимой конференции, и название доклада перед вами. Следующий слайд, пожалуйста. Первая информация – это, как всегда, масштабы проблемы. Масштабы проблемы, и левая часть этой картинки, она показывает нам постоянное прогрессирующее увеличение количества пациентов на планете. Но вы хорошо знаете эти цифры, и фактически аналогичное увеличение количества пациентов, да, происходит, конечно, и в нашей стране. И не случайно эксперты Всемирной Организации Здравоохранения когда-то сделали определение – сахарный диабет – первая неинфекционная эпидемия нашего времени. И тут надо сказать еще один важный момент, зафиксировать его, то, что когда мы говорим неинфекционная эпидемия, в первую очередь, конечно, это относится к сахарному диабету второго типа. Дальше, правая часть этого слайда. Правая часть этого слайда говорит нам о высочайшей смертности данной 2021 года. Это единственные данные последние, наиболее свежие, что ли, данные, опубликованные Всемирной Организацией Здравоохранения, опубликованные Всемирной Федерацией Диабета, и в этом смысле мы видим, что произошло за только за один год, произошло увеличение количества пациентов, погибших от причин, так или иначе ассоциированных с сахарным диабетом, практически увеличение на 2 миллиона. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы видим с вами вот эту историю, историю, которую я всегда рассказываю, Хомо Макдональдс. Хомо Макдональдс, он в уголочке так скромно стоит, поднял майку, чтобы вы видели, что красивый у него пупок, на самом деле центральное, висцеральное, абдоминальное ожирение, он мало двигается, стоит на одном месте, но хорошо ест, он ест с двух рук. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы видим, что все это происходит на фоне, на фоне ожирения. Мы видим с вами на фоне ожирения. Следующий слайд. Отлистаем интенсивно. Так, мы видим с вами, у него развивается инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность в сочетании с дефицитом секреции инсулина дает нам усиление продукции глюкозы печени и усиление биосинтеза триглицеридов печени. Как первый результат появляется гипергликемия. Следующий слайд. Дальше мы видим с вами на фоне инсулинорезистентности ухудшается утилизация глюкозы на уровне клеток мишеней и собственно это еще усиливает гипергликемию. Дальше мы видим на фоне ожирения центрального, абдоминального, висцерального и инсулинорезистентности повышается уровень свободных жирных кислот. А это означает, что у человека, у которого еще далеко до диагноза, но у него уже есть гипергликемия, а это означает глюкозотоксичность и у него уже есть липотоксичность, повышение уровня свободных жирных кислот. И у него уже есть дислепидемия, начинает поражаться сосуды, следующий слайд, начинает нарушаться свертывающая система крови и собственно начинает развиваться эндотелиальная дисфункция и фактически вот только что установили диагноз диабета. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы только установили диагноз сахарного диабета и вот на этой картинке, пролистайте всю эту картинку, пожалуйста. Так, на этой картинке мы видим собственно современное представление, какие возможные варианты развития гипергликемии существуют при сахарном диабете второго типа. Мы видим с вами на первом месте масса функционирующих бета-клеток, масса функционирующих бета-клеток, инкретиновый дефект, дефект, вот здесь остановились, дефект альфа-клеток и собственно стрелочки неумолимо показывают нам на развитие гипергликемии. Правее, правее в пунктире мы видим инсулинорезистентность, инсулинорезистентность на уровне жировой ткани, на уровне мышечной ткани, на уровне печени и собственно такой традиционный вариант объяснения патофизиологии сахарного диабета второго типа. Но обратите внимание, на первом месте у нас присутствует уменьшение массы функционирующих бета-клеток, снижение функций бета-клеток, гипергликемия. На втором месте у нас присутствует инкретиновый дефект. Инкретиновый дефект, это принципиально важно, мы к этому еще вернемся. На третьем месте дефект альфа-клеток, но это на самом деле не просто дефект альфа-клеток, а это увеличение массы функционирующих альфа-клеток и гиперпродукция глюкогона. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, он такой один из моих самых любимых, после которого здесь остановитесь, после которого я сказал, смотрите, бета-клетка, бета-клетка поджелудочной железы, какая она умница и красавица. Верхний слайд, верхняя картинка, верхний рисунок, справа мы видим, бета-клетка узнала, что мимо нее проплывает глюкоза. Глюкокиназа определила еще раз, что это глюкоза, определила ее концентрацию, дала разрешение пойти к глюкозе внутрь клетки. Глюкоза пошла внутрь клетки, изменила соотношение АТФ-КДФ, закрыла калий-АТФ-зависимые каналы, открыла кальцевые каналы. И, собственно, мы видим практически вертикальный взлет, секреция инсулина, как взлет космического корабля, плюс к 30-й минуте вернулись на исходные позиции, организм защищает себя от развития гипогликемии. И нижняя картинка, вроде бы все то же самое, та же бета-клетка, но посмотрите, мы имеем плоскую инсулиномическую кривую. Многие из вас, увидев вот такой результат, скажут, ну, масса функционирующих бета-клеток разрушена. Да, бета-клетки разрушаются, но это такая достаточно медленная скорость, и тут есть несколько вариантов развития событий на эту тему. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. И, фактически, когда мы говорим, я считаю это очень важным, что когда мы говорим гипергликемия, на самом деле принципиально важно подчеркнуть, что это глюкозотоксичность. И для иллюстрации глюкозотоксичности, чтобы вы абсолютно не сомневались, что это действительно так, здесь слева, внизу, мы видим как бы две цифры, две концентрации глюкозы. 5,5, а это целевой уровень гликемии, и больше 16. Посмотрите, концентрация глюкозы, 5,5, ее внесли, это экспериментальное исследование в массу функционирующих бета-клеток, моментально вертикальный взлет секреции инсулина. Те же бета-клетки, та же масса функционирующих бета-клеток внесли концентрацию 16, и мы видим плоская инсулиномическая кривая, потому что реализация феномена глюкозотоксичности именно в том, что бета-клетки теряют чувствительность к глюкозе в первую очередь. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, мы видим с вами на этом слайде фактически, каким образом мы могли бы реагировать. Реагировать на глюкозотоксичность. На глюкозотоксичность, конечно, лучше всего мы могли бы реагировать, назначая раннюю инсулинотерапию. С одной стороны, ранняя инсулинотерапия при сахарном диабете второго типа позволила бы нам добиться эффективного контроля гликемии с минимальным повышением массы тела и частоты гипогликемии, потому что могли бы использовать относительно небольшие дозы, их было бы достаточно. Потом второе, на самом деле, практически это ключевой пункт, несмотря на то, что на втором месте здесь быстрое снятие, быстрая нейтрализация глюкозотоксичности. Дальше, инсулинотерапия при диабете второго типа – это не на всю оставшуюся жизнь. Вы в любой момент можете назначить любую терапию. Убрав глюкозотоксичность, вам намного легче будет управлять диабетом с помощью любых технологий. И, конечно, интенсификация терапии, да, она фактически идет, и я только что показал, параллельно снижению массы функционирующих бета-клеток. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Итак, подряд листаем нейтрализация глюкозотоксичности. Сделайте скриншот или сфотографируйте. Посмотрите, когда мы говорим глюкозотоксичность, обратите внимание, как она, как проявление глюкозотоксичности. И ранее инсулинотерапия, я специально когда-то сделал этот слайд, смотрите, нейтрализация, нейтрализация врага, да. Тут у нас абсолютно каждый из этих пунктов нас устраивает, включая и снижение гликемии натощак, и улучшение функции бета-клеток поджелудочной железы, и улучшение чувствительности к инсулину на уровне клеток мишени, и так далее. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы видим с вами второй дефект, инкретиновый дефект. Здесь, здесь как бы он тесно связан и с массой функционирующих бета-клеток, и с секрецией инсулина. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Очень важно, что мы фактически, и это установлено и работами, публикациями в нашей стране. Это сделала Екатерина Алексеевна Шестакова. Она показала, что инкретиновый дефект может появляться уже на этапе преддиабета, нарушенной толерантности к глюкозе. Это очень важно, поэтому я особо выделил этот слайд, что сниженный инкретиновый эффект присутствует уже на стадии нарушенной толерантности. Принципиально рано, и мы должны об этом понимать. Дальше, следующий слайд. Следующий слайд. Мы фактически ссылка на рекомендации. Мы часто ссылаемся на международные рекомендации, Американская диабетическая ассоциация, Американская ассоциация клинических эндокринологов, где, в принципе, уже вот это 20-23, вот последние, надо, наверное, 2-2, где-нибудь 3 года, на самом деле, активно это стало раскручиваться сейчас, то обсуждается такой вариант, если вот эти два дефекта рядом, если эти два дефекта рядом, то почему тогда сразу не назначить двойную терапию? С одной стороны, нейтрализация глюкозотоксичности, с другой стороны, если есть дефицит глюкогоноподобного пептида-1, так, а почему тогда не включить в общий комплекс сразу двойную терапию? И она для меня, я не стесняюсь, скажу, она явилась бы патогенетически обоснованной, и этот пункт 9.11, сразу же мы видим рекомендацию, комбинированная терапия, агонист рецептора глюкогоноподобного пептида-1 плюс инсулинотерапия. Идем дальше, следующий слайд. Следующий слайд, собственно, здесь расписаны вот эти этапы, вот этих наших действий, они могут быть моментально, сразу можем назначить эту фиксированную комбинацию, можем начинать с базального инсулина, потом усиливать, это не так принципиально, я лично сторонник максимально раннего назначения фиксированной комбинации. Следующий слайд. Следующий слайд, собственно, продолжение этой истории алгоритмы, которые уже наши отечественные, национальные алгоритмы, которые идут в ногу со временем, и фактически эти же рекомендации уже у нас. Посмотрите, как быстро летит время, и как в связи с достижениями медицинской науки последних лет мы тоже, так скажем, меняем и скорость принятия решения, и внедряем вот эти новейшие подходы. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд фактически продолжает эту историю, так фиксированная комбинация базальный инсулин с агонистом рецепторов глюкогоноподобного пептида-1, и в принципе фиксирует результат, позволяет большей доле пациентов достигать целевого уровня гликированного гемоглобина, но гликированный гемоглобин – это такой простой вариант получения подтверждения, что да, мы на правильном пути. Следующий слайд. Следующий слайд фиксированной комбинации. Посмотрите, что у нас фактически существует, так в мировой практике. И я тут, вы хорошо видите этот слайд, я скажу, я для себя подумал. Два ведущих, две ведущих компании, два мировых лидера – компания Sanofi, так и компания Nova Nordisk. Они идут в ногу со временем, понимая, какое преимущество дает эта фиксированная комбинация. И уже в клинической практике у нас есть эта возможность. Для нас с вами это возможность инсулин, гуаргин плюс лексизенатит. Лекси – родственник экзенатита. Это первый, собственно, инкретин, который появился в реальной клинической практике. Следующий слайд. Следующий слайд. Чем он нам интересен, Лекси? Лекси интересен тем, что он один из первых вариантов терапии показал, что на фоне использования запускается программа антиапаптоза. И здесь, так скажем, первоначально это было получено в экспериментальных данных. И потом мы видим красным выделено, что островковые клетки и человека тоже, так скажем, идет речь. Даже в литературе используется, что они становятся более здоровыми. Они становятся, ну, намного, так скажем, максимально приближаясь к физиологическим характеристикам, улучшается секреция инсулина. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Это специально для вас сделал. Вот. А что такое использование глюкогоноподобного пептида-1 в сочетании с базальным инсулином? Но тут отдельно глюкогоноподобный пептид-1. Посмотрите, какие дефекты слева перечислены. И, собственно, какие результаты дает нам глюкогоноподобный пептид-1. Фактически отвечает на все вопросы, которые перед нами стоят. На все вопросы касательно патогенеза, сахарного диабета. Здесь любой пункт, который мы возьмем, включая, смотрите, положительные сердечно-сосудистые эффекты. Положительные сердечно-сосудистые эффекты улучшения чувствительности к инсулину. А это означает уменьшение инсулино-резистентности, улучшение секреции и так далее, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Результаты, которые были получены. Следующий слайд. При использовании инсулин-глоргин и эликси. Их очень много. Но я выбрал вот несколько, так скажем, очень коротко. Это исследование такого известного мировая звезда Элиферонини. Фиксированная комбинация инсулин-глоргин и эликси улучшает функцию бета-клеток. А мы с этого начали с вами. Снижение функции бета-клеток и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. И посмотрите на результаты. Посмотрите на результаты. Здесь очень такой тонкий, так скажем, очень интересный дизайн. Пациенты, одна группа получала хорошие агонисты рецепторов ГПП-1. Они получали уже современную терапию инкретинами. Такая голубая мечта, чтобы пациенты все начинали с этой истории. А вторая группа, их потом часть из них перевели на комбинацию. Гваргин сликси. Так? И посмотрите, изучали, так скажем, чувствительность бета-клеток к глюкозе. Помните, я вам показывал картинки и использовал такой термин. Бета-клетки становятся слепыми. Они не чувствуют глюкозу. Они, если они не чувствуют глюкозу, я иногда в шутку говорю, теряют сексуальную ориентацию. Они не идет команда на запуск секреции. Посмотрите, как добавление, сочетание, с одной стороны, нейтрализация глюкозотоксичности. С другой стороны, все те эффекты, которые есть у агонистов рецепторов ГПП-1, мы о них говорили, дают нам значительное улучшение этого показателя. Следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы фактически видим все то, что касается функции. Функции бета-клеток поджелудочной железы. В результатах вот такого полугодового исследования, 26-недельное исследование. Индекс ранней секреции. Я всегда на лекции говорю, что первая ранняя фаза, фаза немедленного реагирования, она фактически имеет принципиально важное для нас значение. И мы видим, тут не надо долго задерживаться на этой картинке. Абсолютно достоверное улучшение системы реагирования на глюкозу. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим с вами, кому нас... Секунду. Ну, выводы, которые они сделали. Мы уже с вами только что их это самое зафиксировали. Улучшаются все показатели функции. Уменьшается потребность в эндогенном инсулине. Конечно, я не случайно сказал про быстрое реагирование, улучшение регулирования постпрандиальной глюкозотоксичности или гипергликемии, как хотите. Следующий слайд. Следующий слайд, кому назначать в реальной практике. Буквально три слова. Следующий слайд. Исследование СОВА. Исследование СОВА. Исследование, которое проводилось в нашей стране, в Москве, под руководством профессора Анциферова. Здесь стартовые данные. Мы видим основные данные, которые... Что за пациенты участвовали в этом исследовании. Следующий слайд. Следующий слайд. Да, мы видим с вами, какие препараты они получали. Стандартные, традиционные, как в каждом городе, в любом регионе. Дальше следующий слайд. Мы видим с вами, как фактически... Вне зависимости от какой терапии получали до того, мы видим... Здесь обозначено это. Мы видим положительную динамику в плане снижения уровня гликированного гемоглобина. Дальше. Дальше. Мы видим с вами, что независимо от исходной терапии, так скажем, происходило снижение массы тела, то есть параллельно снижение и глюкоза, и липотоксичности, вне зависимости тоже, какую терапию они получали. Следующий слайд. Следующий слайд. Фактически мы видим снижение частоты гипогликемии. Вот эти столбики, они настолько иллюстративны, что не требует какого-то отдельного обсуждения. Абсолютно достоверно количество пациентов с гипогликемиями существенно уменьшилось. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Выводы, которые они сделали. Но мы не теряем здесь с вами время, потому что все то, что здесь написано, мы с вами видели в красивых картинках. Улучшение гликемического контроля, улучшение функции, снижение массы тела при меньшем количестве гипогликемии. И это фактически мечта врача-эндокринолога, диабетолога, терапевта. Вот использовать технологию, которая была бы и эффективна, и безопасна. Следующий слайд. Следующий слайд. Он суммирует фактически вот все то, о чем мы с вами говорили. Вот можно здесь не читать, так скажем, вот этот вот текст. Мы вот эти все пункты с вами обсудили. Вот, и это принципиально важно, что и я сторонник именно максимально раннего назначения фиксированной комбинации, потому что слишком много преимуществ таких очевидных, что мы просто не имеем права терять времени. И для меня это такая фраза «новое чувство срочности». Следующий слайд. И моя любимая заключительная фраза «далой клиническую инерцию, ранняя интенсификация лечения, лечение до цели». А цель-то у нас не просто сахар снижать. Я не случайно начал с высокой смертности. Цель – уменьшение преждевременной гибели наших пациентов, увеличение продолжительности жизни, дать им пульс, дать импульс, дать им жизнь. И мы ищем всегда, кто виноват. Первый вопрос, который хотим ответить. А здесь такая фраза «ошибка, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих». И от того, каким образом, с какой скоростью мы будем реагировать на современные достижения медицинской науки, отечественной, зарубежной, от этого, смотрите, не просто рассказ про, как мы там на процент или на полтора снизили кликированные, а от этого зависит жизнь и качество жизни наших пациентов. И я желаю на этом поприще нам с вами больших успехов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.